Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. О налогах. Говорим сегодня о том, за что и в какие сроки мы должны заплатить и как повысить налоговую грамотность населения. В нашей студии начальник отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Елена Данилкина. И, к сожалению, мы работаем сегодня не в прямом эфире, но вопросы типичные от граждан мы подготовили. Так что слушайте внимательно эфир и, может быть, найдете ответы на свои вопросы. Здравствуйте, Елена Викторовна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли в конце апреля такие даты, на которые налогоплательщики, физические лица должны обратить свое внимание? Да, конечно. В отношении физических лиц основной датой является 30 апреля. Это срок предоставления декларации 3НДФЛ, в которых налогоплательщики отражают в обязательном порядке те доходы, которые подлежат налогообложению и представляют соответствующий налоговый орган в декларации 3НДФЛ. Мы привыкли к тому, что в начале года, каждого года, что-то меняется. И вот хотелось бы узнать у вас, для налогоплательщиков, опять же, физических лиц 2015 года, что-то изменилось? Опять, на что нужно обратить внимание свое? Ну, если говорить о декларации 3НДФЛ, то некоторые изменения в эту декларацию внесены, но каких-то очень серьезных изменений... Да, принципиальных изменений не было. Коснулось это только в основном тех доходов, которые получают налогоплательщики от реализации ценных бумаг, акций и так далее, вот в этом направлении. Ну, возникает много вопросов в частном порядке, вот, наверное, все равно люди, вот, сменилась форма, да, справки 3НДФЛ. И вот, если рассмотреть такой случай, молодоженам на свадьбу дарят квартиру. Вот для них что-то меняется в отношении уплаты каких-то налогов или нет? Вот в случае дарения. Ну, в случае дарения, если рассматривать, то с 1 января 2015 года, в общем, никаких изменений не произошло. У нас по-прежнему физические лица, которые получают в дар имущество от близких родственников, не подлежат налогообложению. Этот перечень у нас ограничен налоговым кодексом. Это мамы, папы, бабушки, дедушки. То есть декларации, обязанности декларирования доходов таких нет. Ну, если, соответственно, уже и дальние родственники, или, в принципе, просто физические лица другие, то декларированию, конечно, это подлежит. И декларация предоставляет срок до 30 апреля. Опять же, до 30 апреля. А где нужно и можно получить новую форму декларации? Вот в этом отношении что-то изменилось? Ну, новые формы декларации у нас можно получить в соответствующем налоговом органе по месту жительства физического лица, куда он обязан предоставить эту форму. Также у нас существует электронная программа декларации 2014-го. Для заполнения декларации можно использовать официальный сайт Федеральной налоговой службы налог.ру. Эта декларация размещена в разделе «Физические лица», «Программное обеспечение». И далее по ссылке декларации 2014-й год можно в электронном виде удобно заполнить эту декларацию. А вообще какие-то проблемы возникают все-таки с заполнением декларации, особенно, может быть, у пожилых людей? Для этого лучше, наверное, подойти в налоговые службы, в районное отделение, чтобы помогли консультантам? Конечно, при личном обращении у нас вот как раз в ходе декларационной кампании на это и нацелена, в общем-то, декларационная кампания, чтобы более подробно разъяснять, объяснять физическим лицам, как заполнить декларацию, какие разделы. При наличии доходы же бывают из разных источников полученные, и от продажи имущества, и, я уже, как говорила, от ценных бумаг, и от аренды полученные, соответственно, доходы. То есть каждый раздел заполняется, и вот в процессе обращения граждан разъяснения даются. Вот вы упомянули декларационную кампанию. Как часто она проводится вообще? И с какой целью? Ну, понятно, что это такая информационная деятельность. По большому счету, это информационная, конечно, кампания, и в ходе декларационной кампании проводятся у нас Дни открытых дверей, в ходе которых конкретно налогоплательщики приходят для того, чтобы сдать декларацию Тренд-ФЛ. Но не только те, которые обязаны самостоятельно декларировать свои доходы, но и те, которые имеют право на имущественные налоговые вычеты при покупке жилья, при каком-то осуществлении лечения, обучения детей за себя, то есть социальные вычеты. Там тоже такую информацию можно получить, потому что мы привыкли к тому, в таком традиционном понимании, что налоги только отнимают. Вот мы платим, платим, а нужно, наверное, чаще рассказывать о том, что мы можем получить налоговые вычеты, так называемые, при каких условиях, в каких случаях. Это тоже есть, да? Да, конечно, что согласно действующему законодательству не только существует обязанность по предоставлению декларации Тренд-ФЛ, но и налогоплательщики имеют также право заявлять имущественные вычеты. Но сроков таких, как при обязанности в представлении декларации, не установлено. Налогоплательщик может в любое время обратиться в течение года. А, в течение года, все-таки срока давности такого, как через 5 лет я подойду, зубы вот отремонтировал, нет такого, да? Нет, существует такой тоже срок, он может обратиться по имущественному вычету и за предшествующие 3 года может подать сразу декларацию. Но социальные вычеты, они предоставляются, как вы сказали, в течение только года. Да, вот это тоже нужно иметь в виду и не медлить, да? Потому что они потом просто пропадают, получается, да? Да, да, да. День открытых дверей проводится для тех, кто хотел бы задекларировать доходы, а также заявить имущественный или социальный налоговый вычет. В эти дни специалисты помогают заполнить налоговую декларацию и отвечают на все вопросы. Также подробно разъясняется, для чего предназначены сервисы сайта налоговой службы и, в частности, личный кабинет. День открытых дверей предназначен для тех физических лиц, которые хотели бы задекларировать свои доходы, во-первых, а во-вторых, заявить имущественный либо социальный налоговый вычет. В этот день мы помогаем налогоплательщику заполнить декларацию, отвечаем на все вопросы. Налоговая служба старается быть открытой для налогоплательщиков, поэтому и контакты со специалистами происходят на новом уровне. Оказывается, консультативная помощь пожилым, а для молодежи возможность интерактивного взаимодействия с налоговой службой. Сегодня оплатить налог по интернету не проблема. Увеличивается возможность прямого контакта с теми налогоплательщиками из раньше времени, можно сказать, из прошлого века. И поэтому службы налоговые значительно разгружаются. Дело в том, что налоговое законодательство меняется, и нужно следить за всеми последними изменениями, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Напомним, что налогоплательщики должны представить декларацию до 30 апреля. Мы продолжаем нашу программу. И, как говорила, я уже буду задавать вопросы, такие типичные, которые к нам поступают время от времени от телезрителей. Вот один такой. Я сдаю квартиру, подала декларацию о доходе. У меня получилось, что я должна заплатить налог около 8 тысяч рублей. До какого числа я могу его заплатить? Ну, так же, как и срок предоставления декларации, законодательством установлены срок уплаты по этой декларации. Срок уплаты по итогам 2014 года у нас 15 июля 2015 года. То есть до 15 июля платежик может заплатить ту сумму налога, которая заявлена по декларации. Есть ли льготы по оплате налогов на приватизированное жилье у пенсионеров? Вот им как разобраться. Ну, это не налог на доходы физических лиц. Это касается налог на имущество физических лиц, которые исчисляются уже налоговыми органами. Это не сам налогоплательщик исчисляет. Это у нас предусмотрено кодексом направления налоговых уведомлений налогоплательщикам. В этом году срок уплаты по налоговым уведомлениям 1 октября 2015 года. По налогоплательщикам, достигших пенсионного возраста, налог на имущество не исчисляется. Они являются льготниками. Но льготы это носит заявительный характер, поэтому каждый пенсионер должен единовременно заявлять по мере достижения пенсионного возраста, должен заявить в налоговый орган и документ, соответствующий для подтверждения этой льготы. Да, вот это тоже важное замечание, потому что люди иногда думают, пошел на пенсию и все, все остальное будет само собой. А потом удивляются, почему начисляются, приходят уведомления. Если дача расположена в черте города Самара, нужно ли платить налог? Вот тоже частый вопрос, люди по территориям как-то ориентируются, нужно ли или не нужно. Здесь получается, что вопрос касается исчисления земельного налога. Земельный налог у нас регламентируется постановлениями, решениями, соответствующими законодательными актами каждого муниципалитета. Если касаться территории городского округа Самара, то у нас установлены льготы для пенсионеров в отношении площади земельного участка 6 соток. То есть, если участок более 6 соток, это пойдет под налогообложение, а 6 соток будет льготироваться. Понятно. Если в Самаре расположен участок, как проверить свою задолженность? Вот действительно, потому что иногда копятся квитанции, эти уведомления, и человек не всегда, может быть, вовремя оплачивает, а ему нужно вылететь за границу, допустим. Как срочно узнать о сумме долга? Конечно, можно обратиться в налоговый орган для того, чтобы задолженность выверить, если можно так сказать. Но существует также у нас личный кабинет налогоплательщика, и если налогоплательщик подключен к личному кабинету, то все сведения о наличии переплаты, либо задолженности, ну, там более широкий спектр возможностей этого личного кабинета, можно просмотреть через личный кабинет. И, соответственно, если наличие задолженности все-таки существует, то через личный кабинет в режиме онлайн можно произвести платеж. Следующий вопрос. Если приходит налог на уже проданное имущество, что делать? Или наоборот, квартиру приобрел, а уведомления не приходят? Ну, по вопросу уже отсутствия собственности объектов имущества, у нас к налоговому удалению есть заявление, в котором можно отобразить изменения по своим объектам и направить в налоговый орган. В течение 30 дней, ну, как бы, официально установленный срок, ну, обычно это меньше рассматривается, налоговым органом проверяется информация налогоплательщика, и при подтверждении из регистрирующих органов таких сведений производится перерасчет налога. Ну, а в случае неполучения налогового уведомления с 2015 года существует такая обязанность, то есть, во-первых, со стороны налогоплательщика предоставить налоговый орган сведения в случае, если какой-то промежуток времени плательщик владеет объектом, и при этом ему ни разу не присылалось налоговое уведомление. Поэтому... А вот если все-таки пропустит вот такой обязанности, не серьезно отнесется человек к такой обязанности, есть какие-то штрафные санкции или что? Вот раз вы говорите обязанность, значит, наверное, это к чему-то приводит. Пока законом предусмотрено, что в течение двух лет никаких штрафных санкций не предусмотрено. То есть, такая небольшая амнистия, такая налоговая, если можно так сказать. Налогоплательщик до 31 декабря текущего года может предоставить такие сведения, при этом налоговый орган будет исчислять налог за последующие налоговые периоды. Это говорится о том, что... Я специально говорю о том, что при выявлении такого факта самим налоговым органам, налоговый орган имеет право исчислять налог за предшествующие три года. То есть, при фактической подаче заявления о наличии объектов у налогоплательщиков, налоговый орган будет начислять налог только за последующие налоговые периоды. Понятно. Ну, вы уже говорили про декларационную кампанию, которая проводится налоговой службой. И все это визуально представлено. И есть у нас такой ролик. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Поэтому давайте посмотрим, а потом продолжим разговор. Федеральная налоговая служба напоминает о ежегодной декларационной кампании. Вам нужно подать декларацию за прошлый год, если вы продали ценные бумаги или имущество, которым владели менее трех лет, сдавали квартиру или имущество в аренду, выиграли в лотерею, получили ценный подарок или деньги, с которых не уплачен налог. Подавать декларацию нужно в налоговую инспекцию по месту прописки до 30 апреля. Если вы подаете декларацию, чтобы только получить налоговые вычеты, вы можете это сделать до конца года. Например, вы оплачивали лечение или учебу, купили квартиру. Не спешите, время есть. В дни декларационной кампании налоговые инспекции работают дольше, в том числе и по выходным, проводят дни открытых дверей и семинары по вопросам правильного заполнения декларации. На нашем сайте в разделе «Физическим лицам» можно скачать программу «Декларация», которая поможет подготовить нужные документы. Еще один очень удобный способ заполнения декларации через интернет в вашем личном кабинете. Здесь вы сможете отслеживать ее проверку. Подать налоговую декларацию очень просто. Мы вам поможем! Елена Викторовна, подскажите, пожалуйста, как налогоплательщик может получить налоговое уведомление? Что для этого нужно? Налоговое уведомление рассылается налоговыми органами. С 2014 года налоговое уведомление у нас рассылается через Федеральное казенное учреждение «Налогсервис» через Нижний Новгород. В соответствии с законодательством уведомление рассылается у нас заказными письмами. Поэтому налогоплательщикам при получении извещения соответствующего почтового уведомления необходимо явиться для того, чтобы его получить. Это первый момент. И сейчас, вот уже с апреля 2015 года, за 2014 год, производится массовое исчисление налогов. Это за имущество земля, транспорт. Соответственно, налогоплательщики будут получать уже извещения для получения уведомлений. Уведомление где-то уже мая, июнь, июль в основном, основная масса пойдет для получения таких налоговых уведомлений в этом периоде. Поэтому хотелось бы обратить внимание налогоплательщиков, чтобы они при получении такого извещения обязательно обращались в почтовое отделение для того, чтобы получить уведомление. А сама форма тоже поменяется, да, уведомление? Уведомление, да, у нас в этом году также изменилось, как и декларация 3НДФЛ. Хотелось бы тоже отметить сразу тот момент, в отношении которого, кстати, налогоплательщики тоже часто задают вопросы. То, что, во-первых, в налоговом уведомлении не предусмотрена подпись и печать какого-то, подпись должностного лица и печать наших налоговых органов. Это первый момент. И второй момент. Сейчас в налоговом уведомлении не указывается адрес налогового органа, который направил это налоговое уведомление плательщику. Поэтому определить адрес налогового органа, который прислал уведомление, можно, опять же, на сайте Федеральной налоговой службы. В сервисе адреса и платежные реквизиты вашей инспекции. Понятно. И у нас осталось еще несколько вопросов от телезрителей. Если я приду в налоговую инспекцию, день открытых дверей уже прошел, помогут ли мне сориентироваться, как правильно заполнить декларацию? Ну, в любом случае, налогоплательщик при обращении в налоговые органы, у нас существуют окна приема декларации. Поэтому при вопросах возникающих, там, однозначно, проконсультируют налогоплательщика и помогут сориентироваться с порядком заполнения. То есть боятся, что не подскажут или все окна заполнены, такого произойти не может. А если до 30 апреля в силу разных причин я не успею подать декларацию, что мне грозит? Ну, во-первых, конечно, декларацию можно подать не только личным налоговым органам, можно отправить и почтовым отправлением, и в том числе по электронной почте с электронной подписью налогоплательщика. Ну, уж если такая ситуация случилась, конечно, это нарушение срока представления деклараций, за это существуют определенные штрафные санкции. Но при рассмотрении каждой ситуации вопрос решается по величине штрафных санкций, вопрос будет решаться. А существует общеустановленный порядок, это статья налогового кодекса за нарушение сроков представления декларации. Понятно. А как вот сориентироваться? Может быть, даже человек и не знает, что ему нужно подавать декларацию. Вот он живет, живет в обычном режиме, что-то у него меняется, появляются какие-то доходы, и вот он сомневается, нужно заполнять вот эту декларацию, не нужно. Вот как определиться в таких ситуациях? Изначально налогоплательщику нужно для себя как бы уяснить то, что обязанность по представлению декларации появляется только в отношении тех доходов, в основном у нас массовые какие доходы получает плательщик, это от продажи имущества. Именно от продажи имущества, находящегося в собственности менее трех лет. То есть если налогоплательщик уже имеет собственность больше трех лет, проживает там в квартире, или имеет машину уже достаточно длительный промежуток времени, то обязанности по представлению декларации нет. Ну вот квартира, машина это понятно, а вот допустим, если сдает налогоплательщик свое жилье, дополнительную какую-то квартиру, в аренду, так скажем. Понятно, да. Здесь вот что-то как вот тоже нужно знать, наверное, закон, нужно подавать декларацию или не обязательно совсем? Нет, декларирование у нас подлежит, если полный перечень доходов, которые подлежат декларированию, я могу сказать, это статья 228, налоговодкодекс, она достаточно перечень большой доходов. Но основные моменты, могу сказать, что как раз вот это вот продажа имущества, находящегося в собственности менее трех лет, доходы полученные от сдачи в аренду или в наем имущества, в том числе квартир, либо нежилого имущества тоже. Потому что он же остается физическим лицом, не предпринимателем, но все равно должен об этом сообщать, если задается что-то. Да, обязательно доходы у нас подлежат декларированию. Также те доходы, которые были выплачены юридическим лицом, но по каким-то причинам налог не удержан. И в справках 2 НДФЛ указано, что налог исчислен, но не удержан. Соответственно, налогоплательщик в декларации уже должен отразить эти доходы, либо предъявить его к оплате, либо с учетом расходов произведенных, в зависимости, опять же, от какого источника получен. Соответствующую сумму налога исчислить. Да. Вот в последнее время мы получаем информацию, уведомления о налогах, о том, сколько нам нужно заплатить в таком едином конверте, скажем, а сроки у всего разные. Вот как в этом разобраться? Нет, ну в данном случае, как уже говорила, срок по каждому налогу, по имущественному налогу, это касаемо имущества земля, транспорт, у нас установлен единый срок 1 октября. И в налоговом уведомлении сейчас, чем уже удобно, у нас в левом верхнем углу уведомления новой формы, уже, так скажем, подведен итог уплаты. Сколько подлежит уплате налог. А налог на доходы физических лиц, это декларация 3НДФЛ, которая заполняется налогоплательщиком. Это налог на доходы, это другой налог, который вот уплачивается уже до 15 июля. Следующий вопрос. Через полгода я выхожу на пенсию, у меня есть земельный участок в районе Зубчининовки. Как и где можно узнать, какие льготы для пенсионеров по земельному налогу? Опять же, возвращусь к нашему сайту. В отношении земельного налога скажу, что каждый муниципалитет свой законодательный акт принимает и может регулировать предоставление льгот налогоплательщикам. Соответственно, на сайте налоги и льготы, имущественные налоги и льготы, можно просмотреть относительно каждого муниципалитета, есть ли какие-то дополнительные льготы для пенсионеров. Федеральным законом для пенсионеров по земельному налогу не предусмотрено. Федеральным законом. Каждый муниципалитет это уже решает сам. Варианты могут быть, как в городском округе Самаре, например, 6 соток не подлежит налогообложению. В других муниципалитетах для налогоплательщиков старше 70 лет есть льготы. У кого-то 80 лет как-то вот они... По Самаре 6 соток определяющие такой момент. Пока так. По Самаре, да. Еще один вопрос. Если не получила уведомление об оплате налога через почту, самому нужно обратиться в налоговую или ждать его? Может, действительно, если не пойдешь в налоговую, ничего не случится страшного, все-таки придет оно? Или нужно все-таки, если в срок не пришло, лучше самому прийти и выяснить, в чем дело? Вот как здесь быть? Ну, во-первых, нужно приходить в соответствующее почтовое отделение для того, чтобы получить по уведомлению. Да, по вот этой вот повесочке, по которой прийти. Да, да. Потому что письмо заказное, и, соответственно, оно к получению самим налогоплательщикам, подлежит получению самим налогоплательщикам. Это первый момент. Если налоговое уведомление, либо плательщик, может быть, пропустил, не пришел на почту, то, соответственно, можно подойти в налоговый орган, где у него находится объект имущества, и ему распечатают копию налогового уведомления с квитанцией. Понятно. А вот что делать, если получил уведомление, открыл конверт, посмотрел на налог, и понимает человек, что он явно не соответствует реальности, что по его расчетам там должны быть другие цифры? Вот если вопрос по начислению налога возникает, вот что делать в таком случае? Ну, здесь вариант только один. Точно так же обратиться в налоговый орган, изложить письменно или в электронном виде можно отправить вопрос, который возник по начислению налога. И опять же, если это уведомление через личный кабинет отправлено, то у нас рассмотрение обычно этого обращения 3 недели. Если по электронному адресу, то в пределах 30 дней. А бывают такие ошибки? Вот в вашей практике происходит такое, что вот что-то неправильное начисление идет? Ну, в основном, конечно, у нас встречаются такие ошибки. То есть нужно все-таки внимательно быть, не нужно как-то проверять? Да, но хочу сказать, что мы же исчисляем налоги на основании тех сведений, которые предоставляются нам регистрирующими органами. И не во всех случаях бывает, что неточность в расчетах, это зависит от налогового органа. Но проверять все равно стараться как-то нужно. И еще вопрос, я инвалид, есть ли льгота по уплате транспортного налога? Вот с пенсионерами разобрались, а теперь вот инвалиды, это тоже льготная категория. Ну, в отношении транспортного налога, скажу, что инвалиды у нас освобождены от уплаты транспортного налога, опять же, на основании документов и заявлений, которые они представят налоговый орган. Но, опять же, освобождение действует только в отношении транспорта мощностью до 100 лошадиных сил. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, какие изменения нас ожидают при исчислении имущественных налогов, опять же, для физических лиц в этом году? В этом году хочется отметить, что при исчислении земельного налога налогоплательщики могут определить, увидеть у себя в налоговых выдавлениях сумму налога больше, если сравнивать по сравнению с предыдущим годом. Это произошло из-за того, что у нас произошла переоценка земель, соответственно, увеличилась или уменьшилась. Ну, то есть произошла, в общем-то, переоценка земель, соответственно, налог по земле исчисляется от кадастровой стоимости. Поэтому налогоплательщики получат отличный от прошлого года налог на землю. Вот это будут моменты, которые, может быть, плательщики будут задавать, но вот уже сейчас я поясняю, что это зависит именно от изменения кадастровой стоимости. Ставки не поменялись, но вот от кадастровой стоимости может измениться. Наш эфир уже подходит к концу. И последнее, что вас попрошу, до 30 апреля, что мы все-таки должны сделать, физические лица, налогоплательщики? Кажется, что это из нас. До 30 апреля в случае возникновения обязанности по исчислению самостоятельного налога на доходы физических лиц, налогоплательщикам необходимо представить налоговые декларации в налоговый орган по месту жительства. Это первый момент. И хотелось бы, чтобы все налогоплательщики исполнили свою обязанность, так как у нас все-таки при неисполнении этой обязанности законодательством предусмотрены определенные меры, в том числе меры принудительного взыскания и при привлечении к декларированию. И хотелось бы сказать, что налоговый орган также располагает определенные информации, на основании которой мы налогоплательщиков приглашаем, указываем ему на то, что у него возникла все-таки обязанность по предоставлению декларации. Хотелось бы, чтобы без штрафных санкций налогоплательщик все-таки сам заявил свои доходы. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, ответили на вопросы. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До следующих встреч. До свидания. Субтитры подогнали Симон.